Корейцы все-таки будут строить маленький среднеразмерный спорткар и предложат его как дешевую альтернативу Porsche. Японские производители выстрелились в очередь за кредитами, а китайцы сами инвестируют собственные электрокары через американскую компанию-прокладку. С вами неделя на колесах, здесь Катя. Поехали! Вслед за карантином и спадом продаж закономерно последовали сообщения об рекордных убытках автопроизводителей. Mitsubishi, Nissan, Toyota уже обратились за кредитами, причем речь идет о сотнях миллиардов йен. Предполагаем, что скоро деньги попросят и европейские, и американские, и остальные другие компании. Но денег, очевидно, хвастит не на всех, а значит, что до 2021 года доживут не все. Делаем ставки. И несмотря ни на что, Toyota продолжает фонтанировать новинками. Недавно мы рассказали о новом Харьере, и вот теперь Yaris Cross. Маленький SUV, стоящий на ступеньку ниже RAV4. Машина изначально разработана для Европы, и производится будет там же, во Франции. В числе конкурентных преимуществ полный привод, которого нет у ближайших конкурентов. Правда, не совсем настоящий. Задние колеса будут крутить электродвигатель. Не спешите записывать эту схему в инновации. Подобным образом полный привод был устроен у самого первого Nissan Note 15 лет назад. Толку отхилового моторчика не было даже на грунтовых дорогах. Не то, что на бездорожье. Зато его постоянно заливало и коротило. Интересно, как все это будет работать у Yaris Cross? На другом конце планеты ходят слухи о возрождении еще одного маленького кроссовера. Toyota Urban Cruiser, который неплохо известен у нас на Дальнем Востоке. Правда, если слухи не врут и Urban Cruiser таки появится, это будет не совсем Toyota. По данным авторитетного издания Autocar, старое новое имя перелицовано индийской версии Suzuki Vitara Braco. Модель делают специально для стран третьего мира. Помимо родной Индии, машина доедет как минимум до Африки. Что из тойотовских новинок окажется в России? Скорее всего, ничего. Дорогие кроссы B-класса у нас не ценят. Тот же Volkswagen T-Roc для нас так и не доехал. Так как, будучи импортным, стоил бы неадекватных денег на фоне Duster и Creta. У Suzuki в России нет производственных мощностей. Поэтому, опять же, если возить Urban Cruiser из Индии, то он будет стоить больше миллиона. И окажется никому не нужным. В общем, остается полюбоваться на все это со стороны. Пока японцы расширяют кроссгамму, корейцы рвутся в спорт. Hyundai, похоже, всерьез собирается выпустить среднемоторный спорткар, чтобы конкурировать с Porsche 718. По крайней мере, американский журнал Car & Driver пишет со ссылкой на источники в компании, что проект не закрыт. Хотя про него давненько ничего не слышно. По предварительным данным, корейский Porsche выйдет в свет через 2-3 года. Войдет в линейку Hyundai N и при мощности больше 300 сил будет относительно бюджетным. От 40 тысяч долларов, что гораздо дешевле настоящего немецкого Porsche. Да и других легких спорткаров тоже. Параллельно с этим частично рассекречена якобы заряженная Elantra нового поколения. Но там вся заряженность ограничилась парой стильных накладок, дисками и турбомотором 1.6. Без комментариев. Закончим новостную подборку на грустной ноте. Кажется, скоро отправят в отставку Renault Megane. Заслуженная модель, которая буквально только что, перед началом пандемии, обновилась, кажется, будет снята с производства. По крайней мере, сейчас работы над новым поколением не ведется. Хотя до конца жизненного цикла четвертого поколения осталось всего 2-3 года. Причин 3. Аудитория беднеет даже в Европе и пересаживается на Б-класс. Альянс с Ниссаном переживает не лучшие времена из-за коррупционных скандалов и уже упомянутых убытков. А экологическое лобби требуется больше и больше электромобилей в линейке. На разработку обычных машин денег не остается. И итог закономерен. Погрустили? Публикация на Колеса.ру. Сергей Арбузов уподобился Алексею Навальному и агентству Bellingcat. В отличие от коллег, он не снимал с коптера миллиардной дачи прокуроров и не искал следы российского бука на Донбассе. Но тоже изучал базы данных и связи между юридическими лицами. В результате расследования Сергей нашел явно подставную фирму Silk Eve, которая имеет номинальный исследовательский центр в Италии и столь же номинальный штаб-квартир в Нью-Йорке, где нет ни одного сотрудника. Зато у компании откуда-то взялись 10 миллиардов юаней, которые они вкладывают в китайские электромобили. Что это? Зачем это? Мы попытались разобраться. Борис Игнашин составил гид для желающих купить Mercedes C-класса в предыдущем, 204-м кузове. Что брать, чего не брать, куда смотреть и что проверять. Мы припомнили Mercedes и его скрипучий пластмассовый салон, клинящую рулевую колонку, дырки во впускном тракте, проблемы с ГРМ и не только. На этом все. Здесь была Катя и неделя на колесах. Ссылки на публикации, как всегда, под видео на ютубе и в профиле инстаграма. До встречи на следующей неделе. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok